Слов о техническом вопросе. Значит, я, как обычно, пускаю по рядам бумажку для записи присутствующих, в которую последнюю эту графу те, кто хочет подписаться на рассылку, вписываются на e-mail. И вопрос такой, что некоторые e-mail вписываются в эту бумажку по много раз подряд. Я не знаю, то ли люди не получают рассылку, то ли они просто на всякий случай это делают. Если вы не получаете рассылку, хотя вроде бы подписывались, то, во-первых, подумайте, насколько разборчиво вы этот адрес пишите. Может быть, я его каждый раз неправильно читаю. И доходит ли вам на этот адрес даже рассылка? Потому что, видимо, на e-mail.ru на некоторые адреса не доходят. А что такое рассылка? Ну, рассылка по электронной почте, анонсы очередных заседаний. То есть, название, аннотация, докладчик, вывод. Какие-то ещё там связанные с семинарной новостью, которые тоже появились какая-то... Понимаешь, что там на сайте? Возможно, мы тогда не знаем. Скажите... У вас уже этот формат... Ну, это не билетный письмо. Более считать практически невозможно. Да? Да. То есть, PDF? Нет, это не PDF. Это я копирую HTML. Ага. Потому что там только... Ага. Потому что там... Гигантская прокомнация. Гигантская прокомнация. Гигантская прокомнация. Гигантская прокомнация. Гигантская прокомнация. Хорошо, попробуем по-другому сделать. Ну, в общем, если кому-то не доходит, то напишите старый Email, на который не доходит винтик. Или через какую-то скажу ни почерп en Gmail, который или просто мне за этот адрес напишите, что вам за такой адрес многоцентрный адрес или какие-то еще претензии, значит, это первый технический вопрос. Второй технический вопрос, который в комплекте с этими бумажками, пускай жду ребят в стопочках передач, а хочет верить. Значит, да, значит, определилась тематика ближайших докладов, значит, сегодняшний доклад о гражданине Своей Человековской земли. На следующий раз нам греение Владимира Чеснекова, как бы перспективы контроля на техническом ягодном вырублении после окончания нынешнего года, для закончения действий договора с ним. В МИЗЕИ НООВИГРА, протяжение правильника для технических стимуществом обернивление с ним и по линии пианицам. Вот, и у меня тут есть объявление, когда нам очень много припочит, потому что... А на послеследующий раз, на 20-й родину, из КПФ, расскажет нам про климат в других странах сложности. Климат. В других странах сложности. Наверное, не только в Бунии, но и в Торфе, но и в Собороне. Хорошо. Значит, а вот с последних рядов видят то, что синим написано? Нет. Не очень, да, Лид? Да, не очень. Значит, я попробую, не используя формул, объяснить вам, как... Значит, вот здесь мой план. Значит, я сначала расскажу про то, что такое черные дыры. Ну, общие слова, как они вообще появились в гравитации Ньютона. Потом в общей теории относительности. Потом объясню, как появляются горизонты. Ну, они... Я использую щековый горизонт, но обычно использую такое понятие, как горизонт забытий. Как они образуются и так далее. Потом расскажу про... Чтобы рассказать про излучение черных звезд, мне придется рассказать про то, что такое теория поля, что такое частицы, милевые моды. Ну, вот расскажу про излучение Хокинга. Я вас призываю, так как я не знаю, что вы знаете, что вы не знаете. Я подозревал, что вы практически ничего не знаете. Но в любом случае рекомендую вам меня спрашивать, чтобы я контролировал, понимая либо аудитории, о чем мне вообще говорят. Ну, вот совсем банальные вещи, которые все, наверное, слышали даже в школе, что вот черные дыры в гравитации Ньютона можно понять следующим образом. Свет несет энергию, но это не совсем еще в ньютоновские времена. По-моему, это был Лаплас. Или кто-то перед Лапласом наблюдит. Ну, это будет на следующей странице у меня. А сейчас тут просто общие соображения, которые смесь специальной теории относительно гравитации Ньютона. Свет, он несет энергию, а энергия это, грубо говоря, практически то, что... То же самое, что масса, грубо говоря. То есть лучи света искроявляются гравитирующим телом. Вы, если вы наивно примените этот ответ, то вы, конечно, получите искривление лучей света. Но ответ будет у вас ошибочный. Фактором двойки. Но это для нас не важно. Это просто как комментарий, что не все тут в порядке с этим наблюдением. А вот аргумент Лапласа, по-моему, был такой, что вот если потребовать, чтобы вторая космическая скорость была равна скорости света, то мы получим некоторый радиус для размера тела, чтобы свет не мог улететь на бесконечность. Но это очень наивные формулы. Что вот у меня пиетическая энергия тела равна просто его потенциале на поверхности тела. Если тело размером вот такого, то свет не улетит с поверхности тела на бесконечность. Это очень наивный ответ, но оказывается он правильнее. Вообще, вот это фактор двойка правильнее. Хотя формула совершенно неверная. Другой стороны, из-за определения размеров, ничего другого... Не, ну двойка, двойка. Вот тут даже двойка правильная. Но это ничего, кроме совпадения в данном случае, нет. В общем, я перехожу к основной теме. Что такое черная дыра по-настоящему. Я попробую объяснять. Все мои аргументы будут достаточно строгими. Другое дело, что я буду обсуждать очень специальную ситуацию. Но строгость постараюсь соблюсти. Значит, вот рассмотрим пустое пространство. Вот представим его в виде такой вот диаграммы. Т, Р, при этом у меня как бы 4 измерения пространственного времени. 3 пространственных и одно время, да? А я из пространственного времени оставил только 2. Т и Р. При этом об углах я забыл. То есть каждая точка этого пространства, это двумерная сфера. Двумерная сфера. Я надеюсь, это понятно. В смысле у меня каждая точка двумерного пространства характеризуется тремя координатами. Радиусом, длиной радиус вектора в эту точку и углами направления этого радиуса вектора. Про углы и направления я забыл. Я помню только радиус и время, момент времени, когда я смотрю. Вот. То есть на этой диаграмме мы не указываем, в этих координатах мы не указываем угли. Вот. Тогда, да, я сейчас просто буду обсуждать геометрию пространственного времени по тому, как в нем распространяется свет. Просто геометрия пространственного времени будет обсуждаться по тому, как в нем распространяется свет. Вот в пустом пространстве свет распространяется следующим образом. Вот я из точки Р0 выпускаю свет внутрь и наружу. Что значит внутрь и наружу? Вспоминаем, что у нас каждая точка это двумерная сфера. Соответственно, у меня в момент времени Т0 имеется сфера... А нет участников? А вот. Значит, в момент времени Т0, у нас имеется сфера радиуса Р0. Вот она. Из каждой точки этой сферы внутрь мы пускаем свет. Он обозначен фиолетовыми лучами. И наружу пускаем свет. Этот обозначен красным лучами. Соответственно, в момент времени Т у меня имеется два волновых фронта. Один внутренний, радиус Р маленькая. Другой внешний, радиус Р большая. Вот так вот распространяет свет. Это в пустом пространстве. Что же меняется, когда у меня в пространстве есть масса искривления? Да. Можно посмотреть на эту картинку с другой стороны. Я буду эту картинку тоже по-другому использовать. Это во времени как бы развитие. У меня в момент времени Т0 имеется сфера. Но я, правда, от нее только окружность нарисовал. Вот. У меня внутрь запущенные лучи света и наружу запущенные. В момент времени Т я имею два волновых фронта. Один внутренний, другой наружный. Понятно. Да, это все вроде просто. Что изменится, если имеется сферически симметричное гравитирующее тело? Вот здесь вот желтым еле видно. Нарисована заштрихованная область. Это просто внутренность этого сферически симметричного гравитирующего тела. А здесь написано радиус звезды. Р звезды. До того, как это тело отсутствовало, свет у меня распространялся по красным лучам. То есть не зависело от угла раствора. Угол раствора вот этот вот. Он всегда был константой. И здесь, вне зависимости от равновесия, всегда был константой. И угол наклона просто дает скорость света. Теперь в присутствии тела у меня лучи начали искривляться. Далеко от гравитирующего тела они практически не изменились. А чем ближе к телу, они слегка начинают искажаться. Вот тот, который наружу идет, он уходит не так далеко. А тот, который внутрь, еще ближе, чем исходный подходит. И чем ближе к телу гравитирующего, тем искривление сильнее. Давайте посмотрим на эту картинку с другой точки зрения. Небольшое замечание. Я тут оставшись объявлением кущего переда, потому что их можно рассматривать как некое поступие. Тут как раз вот эти конусальные рисования. Ну хорошо. Значит, если взглянуть по-другому, то дело обстоит так. Вот у меня есть гравитирующее тело, обозначенное желтым цветом. Но я сферу двумерную не рисую. Я рисую так, как диск. Вот здесь написано, что гравитирующее тело. Вот здесь у меня время вперед направлено. Значит, до присутствия тела у меня лучи распространялись вот таким вот образом. А присутствие тела, они искатились. Вот я их фиолетовым цветом обозначил. Вот это как у меня геометрия пространства времени меняется в присутствии гравитирующего тела. Вы сказали, что они стали поуже. Да, не только поуже, но они искривились. То есть они, как бы, тот, что наружу направлен, луч света, ему тяжелее уходить. А тот, который этот, быстрее падает. Ну я не знаю, как по-другому сказать. Вот. Значит, что же такое черная дыра? Вот это объяснение, что же такое черная дыра. Черная дыра это следующий объект. Здесь я уже не рисую лучей, которые бы были бы, если бы не было бы черной дыры. Здесь я рисую сразу, как устроены лучи света в присутствии черной дыры. Вот у меня эта диаграмма Т-и-и. Вот есть радиус горизонта. Значит, снаружи у меня лучи света вот как-то так направлены. Они, безусловно, искажены по сравнению с тем, как... То есть они устроены более-менее точно так же, как в присутствии гравитирующего тела. Но что очень важно, ближе к горизонту у меня лучи все параллельнее и параллельнее идут в времени. Вот этой вот оси времени. А на горизонте событий у меня луч света испущенный, он идет просто вдоль горизонта. Он его не может покинуть. Просто он не уходит на бесконечность. То есть искривление такое, что у меня тот, что наружу, луч направлен, он идет просто параллельно в горизонт. Это значит, что... А вот внутри горизонта, внутри горизонта, горизонт это просто граница черной дыры. А внутри горизонта у меня просто оба луча направлены внутрь. Ну, наверное, больше украины. Сейчас я объясню, что происходит на следующей картинке. А то, что оба луча направлены внутрь, означает в частности следующее. Что если вы отказались под горизонтом, вы неизбежно упадете на центр. Потому что любое тело, любое тело, его временная линия в пространстве времени, она вот направо, просто внутри этого конуса находится. Вот внутри этого конуса. Внутри этих конусов. Любое тело, как бы стартующее из этой точки, из вершины конуса, будет находиться внутри этого конуса. То есть условие того, что тело не может двигаться быстрее света, здесь он превращается в условие, что оно не может вылезти. Это не значит, что любое тело должно оказаться... Я имею в виду следующее, что если вы стартовали вот из этой точки, у вас в момент времени Т0 тело находилось вот здесь, то в будущем оно будет жить внутри этого конуса. И никуда из него не может выйти. Соответственно, если вы оказались внутри черной дыры, вы рано или поздно попадете на R равной 0. Там, где есть сингулярность. В общем, это неизбежно. Более того, то, что я вам сейчас рассказываю, это вот вы, наверное, слышали, что есть такое шварцшитовое решение, черная дыра в гравитации. То, что я вам рассказываю более общая вещь. Хотя я рассказываю про физически-семизречную ситуацию, но вот эти вот все рисунки, я имею в виду, все обсуждают более общую вещь. Не обязательно статическую, не обязательно решение уравнений гравитации в кустоте и так далее. Это вот самая общая черная дыра. Вот она устроена таким вот образом. А этот горизонт, на самом деле, называется не горизонтом событий, а другим именем, который нам не важно. По-английски называется апером горизонтом. Я не знаю, как по-русски сказать. Как-как? Апером. 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 Аппером горизонтом. Да. Ну, не знаю, в общем. Значит, посмотрим с другой стороны, что происходит. Вот у вас лучи, спущенные наружу, его волновой фронт, площадь волнового фронта растет. Вот если у вас со сферы снаружи горизонта лучи спущены. А если он спущен внутрь, то площадь волнового фронта уменьшается. Ну, сфера внутреннего луча, отвечающая внутреннюю лучу, имеет площадь меньшую, чем с той поверхности, с которой он и спущен. А тот, что он наружу, имеет площадь большую. А на горизонте, наружу и спущенный свет, он площадь просто не меняет. А внутри, говорит, под горизонтом, с любой сферы оба луча и спущенные в площади уменьшаются. Вот так вот. Выглядит парадоксально, но вроде картинки ясные. Я имею в виду предыдущий, во всяком случае, мне кажется, должна быть. Вот давайте альтернативный взгляд на вещи. Ранее, никаких парадоксов нету, никаких этих. Мне кажется, это предельно ясная картина. Если вы умеете пользоваться... Ну, тут несколько иная диаметрия, к которой вы привыкли. Вы привыкли к киклидовой диаметрии, а здесь диаметрия Менковского, но подразумевается. Но я не знаю, вы все равно сути дела не видели. Вот. Альтернативный взгляд на вещи. На то, что я вам сейчас рассказывал. Я просто рассказывал про геометрическую оптику. Я вам рисовал лучи света. При помощи лучей света я вам показывал, как искривлено пространство-время. А сейчас можно посмотреть на волновую оптику. Вот у меня с поверхности, недалекла от поверхности гравитирующего тела и спущен свет. И он, пусть он достаточно исходно был энергичным. По мере того, как он выходил наружу, он совершал работу против гравитационного поля. Совершая работу, он терял энергию. А вы, возможно, знаете, что энергия света, она пропорциональна его частоте. Или обратно пропорциональна длине волны. И вот длина волны растет у света. Энергия фотона уменьшается за счет работы против гравитационного поля. Это вот в волновой оптике, что происходит. Так вот, горизонт, горизонт, это такая поверхность, откуда инфракрасное смещение бесконечное. То есть, любой свет, запущенный отсюда, на любом конечном расстоянии, на любом конечном радиусе, виден как статический. Любое излучение, испущенное прямо с горизонта, оно на любом конечном радиусе видно как статическое просто поле. Электрическое статическое поле, это закон Кулона. А гравитационное статическое поле, оно имеет два параметра. Массу, никакого света не видно. То есть, черная дыра снаружи видна просто при помощи своих статических полей. Ну, единственное, как можно не статические поля, а черную дыру создать, если вы ее целиком, вот всю вот просто движете. Но тогда она просто создает волны, как такая сфера, по поверхности которой статический заряд распределен. И вот она движется относительно вас и излучает. В процессе, в связи с тем, что я вам сказал, мы можем понять, что все процессы по мере приближения к горизонту замедляются. Но действительно, представьте себе, что вы бросили фонарь на горизонт, в черную дыру. И он на вас направлен и периодически испускает лучки света. По мере того, как он приближается к горизонту, в пучке света, во-первых, расстояние между ними увеличивается, временные промежутки. Во-вторых, они краснеют. В-третьих, сами эти импульсы удлиняются. Ну и вот так вот, если наивно думать, то этот процесс будет продолжаться бесконечно. Вы никогда не увидите, что брошенное тело пересечет горизонт. На самом деле, это не так. Сейчас объясню, почему. Давайте я сейчас про коллапс расскажу, а потом вам объясню, что происходит. Как происходит коллапс? И как образуются эти горизонты? Они преобразуются следующим образом. Представьте себе, что у вас в момент времени Т0 в звезде выгорело все термоядерное топливо. Когда там было термоядерное топливо, шла термоядерная реакция, создавались фотоны, фотонное давление останавливало коллапс. Оно как бы находилось в равновесии, давление фотонов компенсировало гравитационное притяжение. Если бы не было давления фотонов, то коллапс бы неизбежно произошел. Ну, там бывают еще другие ситуации, это не важно, там есть принцип Паулю и так далее. Там, например, нейтронные звезды или белые карлики по другой причине не коллапсируют. Но если у вас звезда достаточно большой массы, ничто не может восстановить, процесс коллапс. И как он приблизительно происходит? Происходит он в следующем образом. Вот в какой-то момент времени Т0 выгорело все термоядерное топливо, допустим. И черное, ничего уже не останавливает гравитационное притяжение. Пошло скоп. И вот представьте себе, как бы выглядели бы лучи света, испущенные с границы вот этой вот поверхности. Ну, сначала они как-то были искажены, но все было нормально. Наружу направленный свет дошел бы до бесконечности. Вот он уходил до бесконечности. Ну, по мере того, как тело уменьшается в размерах, лучи света все больше и больше искажаются. И им все труднее и не труднее уходить на бесконечность. И в какой-то момент внутри тела образуется такая область. Я не видела этот красный пучок. Образуется такая область, вот этот тот самый, по первому горизонту, изнутри которой излученный свет уже до бесконечности не найдет. Потому что пока он будет идти до границы тела, по цветам я подразумеваю, это не обязательно видимый спектр. Гамма-излучение, что угодно, которое может пройти сквозь эту звезду. Значит, по мере того, как он дойдет до границы тела, тело успеет уменьшиться до таких размеров, что он уже просто не покинет. Ну, в общем, вот здесь пунктируемо обозначено, как этот о первом горизонте. Это область, откуда свет не может улететь по бесконечности, все растет. В конечном итоге, когда все целиком тело пересекло, этот о первом горизонте, он перестает расти. Грубо говоря, ну это все так в идеализированной форме. И вот, а тело под горизонтом продолжает коллапсировать, продолжает идти в R равной нулю, как я вам сказал. Неизбежно в R равной нулю, там все свалится, если вы оказались под горизонтом. Вот как происходит коллапс. Теперь, замечательным свойством этого коллапса, и как следствие того, что я вам сказал, что с горизонта никакого излучения нет, есть такая теорема. Вот, no hair theorem. Теорема нет волос. Что у черной дыры нет никаких параметров, кроме, как бы, она видна. Эта теорема, более или менее, утверждает, что она видна при помощи своих статических полей снаружи. Что все, что может излучиться в процессе коллапса, излучилось, а после этого имеется такая сферическая поверхность, этот самый горизонт. Она не обязательно сфера, если дыра вращается, это может иметь форму, я не знаю, лицоидовращения, что вы, я не уверен, кстати. Ну, в общем, имеет какую-то форму подобную сфере, а с этой сферой создаются статически-гравитационное и статическое электромагнитное поле, если дыра заряжена электрическим областом. Вот. А никакого излучения нет. Масса, момент инкекса, момент вращения. Да, вот дело все в том, что для того, чтобы было электромагнитное излучение, вам нужен дипольный момент, если я для специалистов комментарии говорю дипольный момент, для существования гравитационного излучения нужен подрубольный момент. Поэтому статические электромагнитные поля характеризуются исключительно зарядом, а статические гравитационные, помимо заряда, массой, еще характеризуются момент вращения. Но не важно, в общем-то, это не суть важная. Значит, теперь посмотрим, как тело падает в черную дыру. Дело все в том, что когда я вам рассказывал про этот фонарь, который я бросил внутрь черной дыры, и он там вечно будет туда падать, я предполагал, что фонарь сам никак не искривляет пространство. То есть я думал, что фонарь, как пробник, движется в искривленном пространстве черной дырой. А сам фонарь ничего не искривляет. Его масса неопринебрена. Однако это некорректно. Обычно любой объект, который я туда бросаю, несет какую-то энергию, соответственно, сам искривляет пространство тоже. Если я об этом вспомню, то я пойму, как у меня объекты падают внутрь черной дыры. И, грубо говоря, картина устроена следующим образом. Что вот вы бросили какую-то массу, вот она здесь, вдоль оси Х. Она полетела внутрь черной дыры. Когда она подошла к черной дыре достаточно близко, то те лучи, которые отсюда, вот, вблизи горизонта, все еще могли долететь до бесконечности, могли долететь до бесконечности, потому что они могли преодолеть гравитацию, создаваемую самой черной дырой. Когда туда подлетела еще дополнительная масса, то масса черной дыры плюс этой дополнительной массы увеличилась. Соответственно, те, которые могли улететь все еще близко к горизонту, уже улететь не могут, я надеюсь, понятно, я и говорю. И образуется новый, а первым, горизонт, который охватывает одновременно и черную дыру, и падающую туда тело. Ну, потом он как-то там поколеблется, это грубая очень картина. Потом установится черная дыра немножко большего размера. Это вот как объекты падают на черную дыру. Сейчас я в болееших деталях расскажу, как происходит. Вот подробнее. Еще раз напоминаю, что надо помнить, что падающее тело имеет массу, тоже сливает пространство. Ну вот, это у меня уже пространство-временная диаграмма, поэтому вот здесь стрелка, это как бы у меня, что тело живет во времени. Вот оно движется в этом направлении, на этой диаграмме. То есть время тоже изменяется неизвестно. Вот тело массы М падает в черную дыру. Вот как лучи света устроены... Черт, ничего не видно. В общем, раз здесь нарисованы лучи света, как они устроены, как они искривлены за счет черной дыры исключительно. Это тело на эти лучи света, которые близки к черной дыре, никак не влияет. Вот. По мере того, как оно приближается, оно искривляет. Вот те, которые... Вот оно, например, прошло какое-то расстояние, оно уже искривило лучи. То есть лучи света искривляются теперь не только за счет черной дыры, но и за счет этого тела. Вы вышли по каждому. А? Вы вышли по каждому. Ага, вот. Вот тело прошло вот это положение. Я еще раз подчеркиваю, это диаграмма не РТ, это диаграмма ХТ. Значит, вот оно прошло, эти лучи оно еще не искривляет, потому что до них оно не дошло, а вот лучи, испущенные отсюда, уже оно искривляет. Ну вот оно. Когда достаточно близко подойдет, те лучи, которые красным цветом нарисованы, еще могли убежать, но еле-еле могли убежать. За счет теперь этого самого тела черные дыры так искривляются, что образуется новый горизонт. И вот они идут вдоль этого горизонта, вот параллельно оси времени. Соответственно, образуется новый определенный горизонт. Ну, все это верно, когда я прелебрегаю размерами падающего тела. Вообще, картина не так ясна, как я ее нарисовал, но, в принципе, она более-менее дает представление, что происходит. Значит, вот излучение черной дыры это своего рода обратный процесс. У вас, как бы, во-первых, горизонт уменьшается в размерах, а рождаются частицы. Но надо помнить, что падение – это классический процесс. Падение исключительно может в классической теории гравитации быть описаны. А излучение, оно возможно только в квантовой теории. Которые существуют? Нет, а я не про квантовую гравитацию говорю. Квантовая теория на фоне кривого пространства – это в этом форме существует. Так вот, я говорю, что излучение возможно, когда мы рассматриваем квантовую теорию на фоне черной дыры. Квантовую теорию других полей, кроме гравитации. Но, безусловно, чтобы понять излучение черной дыры в полной детали, полностью, нужна квантовая теория гравитации. Это безусловно. Но это отдельный разговор, до этого мы не дойдем. Значит, нужно понять, что излучение – это квантовый процесс. Но они более-менее похожи друг на друга, только в обратную сторону. Чтобы понять, что происходит в квантовой теории, давайте рассмотрим теорию поля. Чтобы понять, что такое теория поля, простейший пример теории поля получается следующим образом. Вот рассмотрим цепочку из шариков массы m, соединенных пружинками с коэффициентом гука k. Вот такая бесконечная цепочка. Ну и эти шарики перенумерованы как-то. А фииты – это отклонение шарика из положения равновесия. Причем шарики у меня могут колебаться только вдоль этой оси. Вот так вот они не могут колебаться никак. Только вдоль оси. Одномерно могут колебаться. Смещение из положения равновесия. Только в этом направлении может быть. Ну, это моделька такого одномерного кристалла. Одномерный кристалл очень похож на эту ситуацию. Ну и из общих соображений понятно, что если я возьму, отклоню какой-нибудь из шариков из положения равновесия и отпущу, у меня побежит волна. Приведут волны в обе стороны. Правильно? На самом деле эти волны – это и есть звуковые волны в кристалле, в поле, для меня. Значит, и теория, описывающая эти волны, и есть теория поля. Ничего сложного здесь нет. Значит, уравнение движения этих шариков вот такие вот. Это любой может понять, откуда они взялись. Кто знает школьную физику, механику? Ну, почему она называется теорией поля, а не теорией перебарения? Значит, теория поля несколько требует... Во-первых, потому что она описывает поле, а не просто колебания. А просто в теории поля есть собственные колебания. Я не знаю, что можно... Ну, вот фаноны описываются при помощи теории поля. Фаноны – это звуковые волны в кристалле. Вот звуковые волны в кристалле можно понять при помощи вот этой модели. Теория колебаний в душе студента отложилась просто и давно. На самом деле теория поля больше неостольких. Вот теория волн на поверхности водоема. Ее можно описывать при помощи теории поля. Вот просто полем при этом будет значение... Вот у вас есть в равновесии, когда вот просто штиль абсолютный. Вот это вот в равновесии. А отклонение уровня поверхности от положения равновесия можно считать полем. У него значение отклонения. Оно будет зависеть от двух... от трех координат. Ну, двух координат. Потому что плоское и плюс время. Можно сказать так. Когда-то давно... Другая волшебная девиза была теория. Теорию кругости эфира. А потом эфир выкинули. Осталось бы. Ну, там у эфира другая еще специфика. Поле по вашему пространственное колебание, да? Ну, в некотором роде да. Спасибо. В некотором роде да. Но это немножко утрированная точка зрения. Ну, в некотором роде да. Но дело все в том, что никто не знает, например, можно ли, например, какую-нибудь фундаментальную теорию поля понимать как просто колебание какого-то фундаментального кристалла, которого мы не знаем. Который существует на более мелких масштабах, чем... Потому что когда вы имеете дело с каким-нибудь кристаллом, вы нарушаете разного сорта инвариантности. У вас там... Ну, это отдельный разговор для специалистов. Но, в принципе, значит, вот уравнения движения такие. Это просто у меня второй закон Ньютона. На любой из шариков действуют две силы от тех пружинок, что... Ну, вот наитый шарик действует сила от этой пружинки, от этой. Вот эти две силы здесь написаны. Значит, и теория поля получается из этой в непрерывном пределе. Так мы называем. Это когда я наращиваю число шариков, и увеличиваю их плотность. Но при этом я там... В общем, в непрерывном пределе, когда я, например, могу забыть размером, расстоянием между шариками. То есть, например, либо я рассматриваю очень длинные волны. Соответственно, я могу пренебречь расстоянием между шариками. Либо я действительно увеличиваю плотность шариков. У меня вот это вот просто... Поведение этой системы ничем не отличается от поведения вот такой вот струны. Только я помню, что эта струна вот так не может колебаться. Она может только вот продольным образом колебаться. Вот так вот. Значит, ну, а многомерный случай, вот двумерный случай. Тут вот у меня уже колебания могут быть в двух измерениях. Вот так вот, и так вот. Ну, соответственно, в непрерывном пределе это все превращается в такую мембрану. А еще большая размерность. Вот колебания могут быть трехмерные и так далее. Более-менее это даёт представление о том, что такое теория поля, простейшая теория поля. В общем, то, что на следующих двух страницах я скажу, в общем-то, мне для дальнейшего особо не нужно. Мне важно, что теория поля состоит из... я вам скажу, что мне важно в дальнейшем. Но для полноты картины я сейчас сообщу вот это вот, что скажем, на двух следующих прозрачках. Вот в непрерывном пределе у меня вот этот значок И, нумерующий шарики, превращается в непрерывную координату. Потому что у меня из дискретного я получаю континуум. Когда я наращиваю плотность, в конечном итоге я имею континуум этих шариков. Соответственно... Теория поля это механика с бесконечной... Да, теория поля это буквально механика с бесконечным числом степеней свободы. С бесконечным числом осцилляторов. Это вот для меня важно. В дальнейшем мне важно будет, что любая теория поля состоит из бесконечного числа осцилляторов. Вот это для меня будет важно. А все остальное из того, что я говорю, это просто подробности, которые для полноты картины вам сообщаются. Значит... Соответственно, вот эта вот разность превращается в производную умножить на дельта Х. Ну вот, производная умножить на дельта Х. Это все в пределе... Дельта Х стремится к нулю. Соответственно вот эта вот разность Которая стояла с правой стороны уровня движения Превращается не во что иное Как во вторую производную умножить на дельта х квадрат Теперь я дельта х стремлю к нулю Ну и соответственно чтобы вот Справа у меня величина Эта была Не занулялась Я как-то должен отношение как м тоже стремить Чтобы компенсировать вот эту вот Очень маленькую величину Ну и если я вот при стремлении дельта х к нулю Вот эту величину держу константой Назову ее c квадратик То у меня это уравнение превращается В нечто вот такое Это вот многомерный случай написано Это есть не что иное как волновое уравнение Описывающее звуковые волны В этой решетке Можно заметить что при численном счете Мы идем прямо назад Да при численном счете мы действуем наоборот Мы берем вот такое волновое уравнение Дискретизуем его, получаем то которое Я вам написал до этого И решаем численным образом Но мы еще дискретизуем время Более того при таком подходе Проходит любая частота И теряется предельная частота Которая проходит через кристалл Да Это одна из основных проблем Теории поля Как замечание Как стороннее замечание По крайней мере В первом приближении Не имеющее отношения к моему докладу Что в настоящей фундаментальной теории поля Существуют любые частоты Вплоть до бесконечных И как с этим иметь дело Непонятно В теории поля имеются бесконечные Вот например В теории гравитации Наивно должна существовать любая частота Вплоть до бесконечности Что с этим делать Из-за этого имеются расходимости в квантовой теории поля Про которую возможно не объяснили Но это отдельный разговор Который не имеет отношения к тому что я рассказывал Значит Но в смысле с ними умеют работать Но они ее полностью понимают Значит А логично получается Это просто был вам рассказан Простейший пример теории поля Я более того Забыл про поляризацию Этих Как его Звуковых волн Я забыл что Звуковые волны Могут продольным образом Колебаться Перпендикулярно Я просто только Модуль отклонения Из положения равновесия Описывал Вот теория поля Для модуля отклонения Из положения равновесия Но это такие замечания Которые тоже мне Не важны Значит Самое важное Да Значит любое поле Получается подобным же образом Только надо учесть поляризацию И Вместо скорости звука Мы имеем скорость света Вот С это скорость света Для например В случае теории поля Для электронов Для фотонов Она Выглядит аналогичным образом Я имею ввиду Уравнение движения Выглядит похожим образом На то что я написал Похожим образом Значит Для меня На данный момент Только важно Что любая Теория поля Состоит из бесконечного Числа осцилляторов Из бесконечного числа осцилляторов И важно что Если взять Эти осцилляторы Есть собственные колебания решетки То есть Если взять коробку с воздухом То эти осцилляторы Соответствуют стоячим волнам Да Всевозможным стоячим волнам Внутри этой коробки с воздухом Ну или там Не знаю Если у меня есть веревка Перетянутая между двумя стенками У меня Собственные колебания Этой веревки Это вот всевозможные Стоячие волны Когда у меня просто Целое число Колебаний этой веревки Помещается Между двумя стенками Вот Значит Собственные колебания решетки Это колебания ее как целого То есть у меня вот просто Не в какой-то области Ее там Буфырышик какой-то образовался Вот она как целая Колебница С какой-то длиной волны Вот любое колебание решетки Можно разложить По этим собственным колебаниям Вот Как по базису Разные собственные колебания Решетки Отличаются Разной длиной волны Вот Теперь К чему это я клоню? Вот Как раз Про нулевые колебания Вот вы знаете Что есть Классический осциллятор Вот Грубо говоря Вот его можно представлять Как шарик Лежащий На который действует Сила гравитации Он лежит там Помещен В какую-то яму И вот В состоянии покоя Он имеет энергию ноль И просто лежит На дне ямы А в возбужденном состоянии Он как-то вот там Колеблется Как-то вот колеблется Вот так Теперь В чем отличается Квантовый осциллятор От классического Ну вы наверное Все слышали Даже первокурсники Что В квантовой механике Имеется волна Вместо частицы И в состоянии покоя Мы имеем дело Не с шариком А вот с такой Вот стоячей волной Это вот прям Стоящая волна И В состоянии покоя В кавычках он взят Потому что Это не совсем покой Но Наинизшее состояние Это вот такая вот волна И она И бухгидная Но это хаосово кривая Да Это Есть степень Минус х квадрат Вот он Есть степень Минус х квадрат Вот такая вот кривая И это и есть Нулевые колебания То есть В основном состоянии У меня осциллятор не покоится А вот колебница То есть если, например, мы какой-нибудь возьмем кристалл и охладим его до нуля температур, у меня все равно внутри него будет колебание в решетке, которые никуда не денутся, а вот атомы будут колебаться. Это более-менее для меня важно, что в любой квантовой теории поля есть вот эти нулевые колебания. Значит, вот в теории поля мы имеем дело с бесконечным числом осцилляторов, как я уже сказал, и для каждого осциллятора, то есть для каждой длины волны, у меня есть такое нулевое колебание. И каждый из осцилляторов имеет нулевое колебание. Ну то есть просто решетка как целая колеблется в такой вот набор. То есть вакуум в теории поля, в квантовой теории поля, это не пустота, а это вот эти нулевые колебания. Причем они наблюдаемые экспериментально. Ну и температура не есть средней энергии частиц. Это как в теории газа. Да. Не является. Да. В вакууме я уже не по ансамблю, а по квантовым колебаниям. Значит, нулевые колебания, но нулевые колебания, это означает, что нет частиц. Это я не знаю, не знаю. Означает, что это вакуум. Именно это... Вот нулевые колебания, это вакуум. Частицы, это возбуждение над нулевыми колебаниями. Над нулевыми колебаниями. Значит, вот теперь переходим к излучению Хокина Для того, чтобы его понять, сначала рассматриваем простой пример, который показывает, что происходит Вот давайте рассмотрим две таких пластины в вакууме Они не заряжены никак, просто вот две пластины Причем они не могут быть диэлектриками, не важно Вот я их поместил в вакуум в пустоте, ну не в пустоте, а в вакууме, содержащем нулевые колебания Поместил близко друг к другу Между ними имеются нулевые колебания Это всевозможные стоячие волны с разной длиной волны Большой длиной волны, меньшей, совсем маленькой Проще считать, что они промозят, что между ними целое число полумов В общем, в случае, если мы говорим об электромагнитном поле Мы имеем дело, проще всего, иметь дело с проводящими пластинами Когда у меня просто электромагнитная волна, нулевое колебание, которое здесь помещается Оно имеет такие граничные условия, что здесь электромагнитные поля зануляются Е зануляются Это всевозможные стоячие волны Нулевые колебания, они всегда есть Что происходит в присутствии этих пластин? В присутствии этих пластин изменяются граничные условия Когда этих пластин не было, у меня стоячие волны были во всем пространстве А когда я поместил туда пластины, у меня теперь стоящие волны между этими пластинами должны умещаться Вот на этом расстоянии Оказывается, что энергетически выгодно за счет присутствия этих нулевых колебаний Этим двум пластинам уменьшить объем между ними Соответственно, между ними, между этими двумя пластинами существует сила притяжения Эта сила называется силой Казимира А эффект весь называется эффектом Казимира То есть вот даже в пустоте между двумя пластинами у меня имеется притяжение Больше, чем гравитационные? А? Больше, чем гравитационные? Безусловно Гравитационные вы просто можете забыть Оно здесь вообще ни при чем Гравитационные совершенно слабые Значит, ну это зависит от расстояния, безусловно, отдельный разговор Ну и от массы этих пластин, ну в общем, да Этот эффект измерим И экспериментально он наблюдит Значит А какого порядка состояния между пластинами должно быть? Знаете, вот я как раз собирался и забыл распечатать у себя все эти цифры про эффект Казимира Я распечатал все себе цифры про эффект Хокинга Но я не помню А сила, как не единственная, в четвертой, насколько я помню, ведет себя Какого порядка эта сила, я не могу сказать И какого порядка расстояния, я не помню Что мы экспериментами Ну вот я каюсь, я не посмотрел Вот это я и не назабыл посмотреть Хотя собирался Специально для вас Я не помню, в смысле, когда-то я смотрел, но просто не помню Для меня этот эффект как моделька просто важен Что вот этот эффект наблюдаем Теперь представьте, что происходит Если мы возьмем и резко эти пластины разведем Или сведем То есть изменим расстояние между ними Мгновенно Вот у меня было расстояние L А я мгновенно его заменил на L плюс дельта L Или L минус дельта L Взял резко, изменил расстояние между пластинами У меня Граничные условия поменялись Вот тут вот были одни стоячие волны А здесь уже другие стоячие волны Соответственно нулевые колебания здесь и здесь отличаются То, что было нулевыми колебаниями в этой ситуации Уже не нулевое колебание здесь И наоборот Значит, вот Просто пояснение Что-то вот были стоячие волны Это была вот такая вот синусоида Вот у меня целое число Длин волн помещалось N L это расстояние между этими двумя пластинами Вот ее Я в зависимости от времени Не указываю здесь А вот в зависимости от координаты такая Как синусоида Здесь один набор А здесь другой набор Стоячих волны И происходит смена гармоник При смене размера Формы инструмента Это известно музыкантам Это явление известно музыкантам Ну и очевидно Более-менее понятно, что я говорю Значит, то, что было нулевыми колебаниями в этой ситуации Уже не нулевое колебание в этой ситуации Значит, и нулевые колебания в этой ситуации Превратилось в частицы здесь То есть в результате вот этого вот процесса Когда я У меня был вакуум В первой ситуации Вакуум А потом я резко развел И у меня родились частицы Возбуждение над вакуумом Вот в этой ситуации Аналог в классике Это параметрическое возбуждение Параметрическое возбуждение, да Вот в классике буквально аналог является Действительно параметрическим возбуждением Нет никакой мистики Это не значит, что я из пустоты, из ничего родил частицы У меня работа совершена Вот по разведению этих двух пластин Эта работа Вот если бы частицы бы не рождались То я бы одну работу совершил Ну если бы я разводил их против силы каземера А за счет того, что у меня частицы рождаются Я совершил большую работу Вот Никакой мистики, еще раз подчеркиваю, в этом нет Рождение частиц происходит за счет работы совершенной Вот Эффект хокинга А можно спросить по поводу этих пластин? А что же 4? Ну, например А? Да, конечно, если у меня рождаются электроны То и позитроны в одинаковом количестве Безусловно Но обычно я нарождаю каких-нибудь фотонов Безмассового числа А массовые не могут Почему? Могут Но это Их тяжелее родить Из-за того, что они массовые Массовые Значит Эффект хокинга Это буквально Ну, буквально Это, наверное, утрированно Сказано Но это явление Аналогичное этому Просто в результате коллапса У вас происходит Такая же вот Просто не в момент коллапса А вот Весь процесс коллапса И существования Черной дыры Это вот такая вот перестройка Нулевых колебаний То, что было до коллапса Нулевыми колебаниями Превратилось в частицы После коллапса И черная дыра Она будет излучать Теряя энергию Теряя массу Вот почему происходит перестройка Потому что Некоторым образом Ну, грубо говоря Горизонт Вот Черной дыры Он играет роль границы На которой вы должны накладывать Некоторые грамуслов То есть до того Как ее не было Его не было У меня были Одни нулевые моды После его появления У меня другие нулевые моды Что означает Энгра То есть Эти нулевые гербания Или еще так Значит Она излучает частицы Которые были до этого Нулевых гербаний Частицы Реальные частицы Вот она будет Излучать электроны Соответственно Заряжаясь Положительным образом Будет излучать гравитоны Никак не заряжаясь Но она может терять Момент вращения Массу Массу она всегда теряет Видать этого излучения Позитрона может Соответственно Заряжаясь Отрицательным образом И так далее Все что угодно В принципе Это все что угодно Она не может От нее выйти Да Именно что Процесс Как я вам сказал Он обратный У вас происходит Я более подробно сейчас Да Она уменьшается в размер Она уменьшается в размер Я еще раз специально Рассказал вам про то Как падают Объекты в черную дыру Процесс обратный Но еще раз подчеркиваю То что я вам Рассказываю Не является до конца Понятой ситуацией Это На этот предмет Имеется Несколько разных Взглядов Которые подтверждают Друг друга И безусловно Полной ясности Не имеется Потому что Чтобы была полная ясность Нужна квантовая теория гравитации Нужно учитывать отклик Нужно Люди не умеют Четко учитывать Как горизонт уменьшается Грубо говоря То есть предполагают Что ответ такой Как я вам сказал Но доказать его Даже с Достаточным уровнем строгости Я не про математическую строгость говорю Не умею Поэтому Явление не является До конца понятным Наверное я тоже скажу Несколько слов про Бахов И про то Как в нем могут Раздаться частицы А я сейчас собирался Сказать по-другому Ты скажешь Да-да-да Я собирался Это я Актуальные частицы Да-да-да Буквально Я собирался Хорошо А экспериментально Видел это излучение? Нет Безусловно нет Во-первых Я вам собирался Сказать про то Какого оно Масштаба Вот например Если вы имеете Дело С черной дырой С массой солнца То Излучение Крайне Интенсивность Излучения Крайне низка Но я Распечатал Ну то есть Просто смешно Даже обсуждать Там например Солнце будет Черная дыра С массой солнца Будет там В 10-67 степени лет Распадаться За счет этого Излучения То есть Это Очень слабый эффект Очень слабый эффект В том что Масса солнца Для черной дыры Это маленькая Да При том что Это я собирался Рассказать более подробно А разве Скорость Потеря Массы Черной дыры Нет Скорость Я не знаю Температура Черной дыры Температура Обратно Это мы Забегаем вперед Давайте Это мы сейчас Подойдем Что такое Температура Черной дыры Мы сейчас скажем Мы еще до этого Не прошли Давай Подождите секунду Мы сейчас Сейчас это Обсудим Давайте Посмотрим Другой взгляд На это явление Аналогичным Явлением Является эффект Швейнгера Но даже он Не является Экспериментально Обнаружен Этот эффект Достаточно Понятный Он существует В квантовой Электродинамике Но даже он Не является Экспериментальным Подтверждением Значит В электродинамике Вакуум Это не пустота Это вот такой Суп Из электрон-позитронных пар Это грубая Очень грубая Картина Безусловно Это не то что Да Суп И есть Нулевые колебания Суп И есть Нулевые колебания При этом В каждый Данный момент Времени В любой точке Объема Сохраняется Заряд В любой Точке Объема Локально Как там нарисовано Это как будто Такие шарики Летают Это на самом деле Неправильная Картина Там волны Вот эти нулевые колебания Электронов Козитрон Значит Теперь Поместим Вот этот суп Во внешнее Постоянное Электрическое Поле Во внешнем Постоянном Электрическом Поле Этот суп Будет Поляризоваться Ну потому что У вас Отрисательно Заряженные Частицы Будут Притягиваться В одну сторону Положительно В другую Вот И если Например За время Существования Этой Виртуальной Пары Если За время Существования Виртуальной Пары А время Существования Более-менее Следует Соотношение Неопределенности Планка Где Дельта Е Это просто 2мс Квадрат За время Существования Этой Пары Нам Удается Развести Электронный Позитрон На такое Расстояние Что у меня Внешнее Электрическое Поле Совершает Работу Равную 2мс Квадрат То эта Пара Становится Физической Образуется Вычислительно Здесь Практически Все понятно Вычислительно Но экспериментальный Эффект Только Надеются В ближайшие Годы Подтвердить Только Надеются То есть Достигли Таких Полей Уже В принципе Технологии Существуют Для того Чтобы Создавать Такое Поле Достаточно Чтобы Это Был Наблюдать Десять В какой Семь Другой Магнит Примерно Семь Семь В шестнадцать Десять Вот это Я тоже Включаю А Вакуум В степени Тоже Что 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 значит Степень Вакуум А Ты Меже Докуста Ну Сейчас Уже Достаточно Усок Степени Вакуум Получает Чтобы Отличить Частицы Которые Там Есть В этой Коротке Тех Что Мы Рождаем Коротка Будет Достаточно Маленькая Чтобы Откачать Без проблем Чтобы Длина Свободного Пробеда Ну Еще раз Я физик Теоретик Я На такие Вопросы Простите Отвечать Неумение Я Не знаю Как ответить На вопрос Как они Добиваются В высокой Степени Вакуум И отвечают Там От Арталая Махалая Две Три частицы Которые Нарождаются Вот Есть Такой Человек Который Получил Нобелевскую Премию За то Что В 60 Тоннах Наблел Десяток Атомов Это было Неким Подтверждением Нитрином Отцеляциям Как он Эти 10 Атомов Отвечил От 60 Тонн Я Не знаю А вот Он умеет И я Не преклоняюсь Поэтому Он заслуживает Нобелевскую Премию На мой Вгляд Что Смумело От Ахалай Махалай Отвечить Но Я Не знаю Ну И как То Умеют Значит Там Не в пустоте Я хочу Подчеркнуть Где С Атом Отвечили Там От Ксенона Какого Нибудь Пожор Хлор Аргон Простите Я Не помню Вот Значит Ну вот Более-менее Эффект Подобный То есть У вас Как бы Есть Сила Которая Распихивает Эти нулевые Колебания Если У вас Она существует В достаточно Большом Объеме Для данной Степени Силы То Она совершит Работу За время Существования Пар Достаточно Чтобы Ее Материализовать Скажем так А в Гравитационном Поле В Гравитационном Поле Ситуация Аналогична Ну вот Я просто Нарисовал Картинку Что они Материализуются После того Как это А в Гравитационном Поле Ситуация Аналогична У вас В районе Горизонта Вакуум Тоже Поляризован Достаточно Сильно У вас Есть Приливные Силы Достаточно Большие Чтобы Раздвинуть Рождающийся Пар Приливные Силы Гравитационные При этом У вас Происходит Смещение Горизонта Про Которое Я Сказал Значит Горизонт Именно Является Необходимым Условием Для того Чтобы Вообще На самом деле Нестационарные Гравитационные Поля Тоже Подойдут Если Вы Имеете Дело Со Стационарными Гравитационными Полями Горизонт Является Необходимым Условием Чтобы Рождение Пар Существовало Потому Что Эффект Швингер Именно Важен Что Вы Имеете Дело С Постоянным Электрическим Полем Пары В принципе Можно Рождать Создавая Электромагнитная Волна Не родит Вам Пары Например Вы В обкладках Сумеете Высокой Интенсивности Высокой Частоты Пары Создать То Что Оно Будет Рождать Пары Это Не Интересно Интересно Что Статические Поля Нет Сейчас Не хочу Я люблю Этот Эффект Мне кажется Что его Можно понять До конца Но Это Уведет В сторону Значит Перехожу К следующему Черная дыра Она рождает Частицы Причем Можно Посчитать Но Я не знаю Простого Объяснения Этому явлению Вернее Я знаю Некоторое Но Вам Ничего Не пояснит Она Рождает С распределением Больцмана На самом деле Она рождает С распределением Планка Но Я подозреваю Что Не все Здесь знают Распределение Планка Написал Распределение Больцмана Которое Предельный Случай Это Распределение Планка Значит Вот оно Рождает Частицы Вот с таким Распределением Где Е Это Энергия Частиц Релятерийская Полная Энергия А Т А Это Температура Хокинга Можно сказать Просто Черная Дыра Звучает Как Черная Дыра Звучает Как Абсолютно Черное Тело Звучит Как Как Сатистика Ее Когда Называли Черной Дыру Не подразумевали Что Она Звучает Как Черное Тело Значит При этом Температура Просто Равна Ускорению На горизонте Температура Не равна А пропорциональность Я использую Единицы В которых Постоянная Планка Равна Единице И скорость Свет Равна Единице И любую Размерную Личину Как Многие Наверное Здесь знают Я могу Положить Единицы А Границионно Постоянная Я тоже Положил Единицы Да Ну Не сказал Об этом Значит Не важно Я могу Написать Явную Формулу Но Достой Никто Не увидит С восстановлением Всех Констант В общем Это Температура Черной Дыры Вот Она Излучает Частицы Вообще Черная Дыра Себя Ведет Как Термодинамические Объекты Вот Это Следующая Моя Прозрачка Об этом Значит Во-первых Температура Она Пропорциональному Ускорению На горизонте Оказывается На горизонте Всегда Ускорение Константа Это Вот Теорема Любой Черной Дыры Что Любой Черной Дыры Да То есть Константа Вдоль Горизонта Да Она Константа Вдоль Горизонта То есть Вот Это Как В термодинамике В термодинамическом Равновесии Температура Константа В Объеме Которая Находится Более того, масса черной дыры ведет себя следующим образом Там дна могут падать какие-то объекты, она может излучать Вот любой из этих процессов подчиняется вот этому закону, который выглядит как второй закон термодинамики Где ДМ это изменение массы Т Хокинга это та самая Т Хокинга А это изменение площади горизонта Изменение площади горизонта деленное на 4G Где G это ньютоновская константа, я ее здесь восстановил Значит, то есть это просто как ДУ равняется ТДС И действительно площадь горизонта ведет себя как энтропия буквально Потому что изменение площади горизонта плюс энтропия частиц снаружи Величина всегда растущая Это законы, которые с достаточно высокой степенью математической строгости доказаны При некоторых предположениях Которые я не буду здесь озвучивать А температура не средняя энергетическая, а производная энергетическая Средняя энергетическая излученная частица То есть у вас будет такое плановское распределение, пик, который будет приходиться на соответствие Вы будете просто от черной дыры видеть излучение с таким вот распределением Включение черная дыра теряет массу И в конечном итоге умрет Если туда ничего падать не будет Все Теперь вопросы, если есть Давайте, во-первых, поблагодарим докладчиков Аплодисменты Младший, который говорит коротко, это великолепно Ну, никто мне не дал выспаться Сейчас вас спросим Еще раз, можно про виртуальную частицу Как она, на слова хотя бы А как превращается бы она в настоящее На слова? В чем отличие между ними? На слова? Можно? Виртуальная, как она выглядит? Как выглядит настоящая Виртуальная частица в соотношении между энергией массой и выписанной проектов? Да, у нее может быть любое соотношение между массой и энергией энергией Вот так, да? Она не подчиняется А вот реальная частица, она на массовой поверхности У нее, вот этот закон, P, F E в квадрате минус P в квадрате, вектор квадрате, равно M в квадрате Вот это реальная частица А виртуальная не вытворяет Ну я не знаю, насколько это поясняет что-то Но, да Ответ, конечно, к синтоповерхности Или можно сказать по-другому? Настоящий фотон соответствует электромагнитной волне, которая бежит со скоростью света Ну и помимо этого имеют поляризацию В том числе и продольные В том числе и продольные Ну я не знаю, но это никому ничего не поясни Да, да, да А вот тут парень первый А, смотрите, получается, вот на практике доказано, что свет отклоняется до того, когда рядом большие тела у нас От ньютоновского в два раза В два раза Вот как я, помните, на одной из первых прозрачек сказал, что вы ошибетесь в два раза, если просто ньютонский Эйнштейн убедился, что ответ отличается в два раза После этого поехали в ЮАР Почему в ЮАР? Догадайтесь сами Поехали в ЮАР Я забыл фамилию этого Эдингтон Эдингтон, да Значит, ты померил угол отклонения И увидел, что именно такое, как Эйнштейн предсказал В два раза отличающиеся от ньютонского После этого Эйнштейн стал теменно известным человеком После двух эйнштейнгеров там по-разному частиц, ну, появляются стерилизации Из-за того, что там разные заряды участились А почему они по-разному, они ходили в инструкционный порядок? Ну, значит, во-первых, в любом случае Давайте в нулевом приближении Когда у вас рождаются, если наивно смотреть на картинку Вот два шарика, обязательно один из них ближе, другой дальше, да, к центру Обязательно Идеально симметрично никогда не получится, да? Значит, наивно Поэтому, соответственно, всегда есть приливная сила, да? Которая то, что ближе, притягивает сильнее, чем то, что дальше На горизонте это приливная сила Но она не то, что супер большая Но она... Я не знаю, что по-другому Потом я еще так... Ну... Вы знаете, я даю какие-то сейчас простые ответы Но очень боюсь, что вот Давай я слишком утрирую ситуацию И упрощаю я что-нибудь совершенно неправильное скажу Значит... Ну... Еще раз... Он с одинаковой вероятностью Может, например, из... Черная дыра излучает электроны и позитроны просто с одинаковой вероятностью То есть с одинаковой вероятностью уже их партнеры Партнеров она поглощает только с отрицательной энергией Но просто когда у вас процесс рождения идет У вас, друг говоря, уже мгновенно появляется частица Одна под горизонтом И, так наивно говоря, несущая отрицательную энергию Соответственно уменьшающая энергию дыры А вторая за горизонтом И увеличивающая... Не увеличивающая, а не улетающая на бесконечность Вот... Почему так происходит? Потому что у вас в процессе этого рождения горизонт смещается Ну... Еще раз... Я могу дать объяснение более строгое Но... Оно вам не будет понятно А вот так вот утрированно Вот я так говорю, я не могу... Это не все... Не абсолютно правильно то, что я говорю Это очень наивный взгляд Этот наивный взгляд изображен на одной из картинок с объявлением Там изображены рождения пар частиц То есть, если вы будете считать Если вы будете вычислять формулы По формулам Чтобы выводить вот эту вероятность Не в одной из формул Есть несколько разных вычислений Некоторые из них похожи на то, что я вам говорю А некоторые абсолютно не похожи Если рассматривать черные дыры как антракторы То есть, то суммарные бассейны Область притяжения довольно маленькая То есть, между ними можно спокойно жить, да? Не опасаясь попадания в черную дыру Ну, если черные дыры как антракторы То есть, притягивающие центры То бассейн, то есть, область притяжения Оттуда стягивается все в черную дыру Размер этого бассейна относительно маленький Ну, в смысле, да Вообще говоря, черная дыра От гравитирующего сферически симметричного тела Если она не вращающаяся От гравитирующего сферически симметричного тела Ничем не отличается Вот звезда с той же массой Будет выглядеть точно так В смысле, в гравитационной Не в визуальной, а в гравитационной Понятно в гравитационной, да? Ну, да Скажут, Земля не может захватить летящий мимо объект По гиперболе огибает и улетает Почему черные дыры могут захватить? Точно так же В смысле Еще раз Чтобы быть захваченной черной дырой Нужно попасть под Как его Траектории вокруг Вокруг черной дыры Около горизонта Вот если мимо летит по гиперболе объект Устроено точно так же, как от гравитирующего тела Да, да, да Единственное что Единственное что Единственное что Тут есть некоторая тонкость Потому что если вы вспомните, что само тело, которое летит по гиперболе Тоже искривляет пространство Ну, во-первых, оно не совсем по гиперболе в таком случае летит Отдельно Но в любом случае гипербола это только гравитация Ньютона Я гиперболу Воздух, если не нужно Значит То есть, если оно искривляет пространство тоже И пролетает достаточно близко к черной дыре То оно будет захвачено Просто потому что Станет на орбиту В смысле, образуется горизонт Который окружит одновременно и это тело и черную дыру А тело под горизонтом упадет на центр Но отдельно траектории в метрике черной дыры отличаются от траектории Например, в случае с Ньютоновской гравитацией там падения на центр нету А в Эйнштеймерской гравитации, у сферически симметричного гравитирующего тела Падение на центр есть И, например, у нас даже есть круговые траектории света Вот свет может по окружности быть Но это отдельный вопрос И еще вопрос такой, может быть, скажем так, обобщающий Существуют такие структуры, из которых информация никакая не выходит Например, разведки мира, бандитские группировки, банковские группировки Вы не рассматривали с точки зрения черной дыры? Я не вижу аналогию Структуру, из которой информация не выходит А я не... С чего вы сказали, что не выходит? С чего вы взяли, что информация не выходит? Но она же излучает Что это? А это не совсем правда Потому что, если вы учтете отклик, то будет не альтермальный Тогда я неправильно понял, что из окрестностей черной дыры свет может быть Еще раз Это не значит, что у вас из-под горизонта что-то вышло Это не значит, что у вас есть горизонт То явление, которое я вам рассказываю, это не значит, что у вас есть горизонт И вот что-то тут летело и пролетело через горизонт За счет квантов ГРН Такого не может быть Это причина По причине То, что я говорю, происходит немножко другое У вас происходит уменьшение горизонта Ну, я не знаю, как сказать Вот так вот В этой окрестностей мы видим, что случилось И что-то оказывается под горизонтом, а что-то за горизонтом И вот из окрестностей горизонта оно улетает на бесконечность Да Из окрестностей вы даже заприняется и вытяните про всякий квантовый эффект Вот из окрестностей этого горизонта Вот отсюда вы можете улететь на бесконечность А если тут решается, свет уже не будет Да, внутри не выйдет Ну, вот я вот спрашиваю Пусть уберет банковскую структуру Информация, а тут не выходит Это вот очень любимый взгляд Это значит, что если в черную дыру упало, то вы вытянули Но вы знаете, есть способы извлекать информацию Знаете, вот они в Новом русском спрашивают Чтобы получить информацию Он говорит, что берет Справочный? Он говорит, нет, утюг Понял Есть способы извлекать информацию Из черной дыры А? Из черной дыры то есть информация не теряется? Я не верю в это В смысле, с той степенью строгости С которой Хокинг формулирует Потеря информации в черной дыре Я могу с той же степенью строгости Опровергнуть это утверждение Другое дело, что ни его, ни мое Опровержение не будет предельно строгим Пока нет квантовой гравитации Просто это уже вопрос веры Нет, нет, пока Значит так Я знаю наперед Это я определил Что любая квантовая гравитация Будет унитарной теорией А унитарной теории информации Вы знаете на период что любая квантовая гравитация Будет унитарная А целый ряд авторов утверждают что любая квадратная гравитация будет делаем но это уже социальный вопрос это факт нашей личной гады и как раз тот факт, что информация теряется в черном дыре рассматривается как аргумент входит в инвентарной квадратной гравитации ну в общем я не готов эти вопросы, я готов рассматривать как обратимость ну мне кажется они иначе значит так утверждается, что существует экспериментальное подтверждение существования черных дыр как это экспериментальное наблюдение выглядит оно следующим образом в достаточно маленькой области пространства мы видим очень высокую массу так как мы не знаем никаких уравнений состояния материи, которые могут эту массу удержать от коллапса, то мы говорим что это в области есть черные дыра вот таким вот образом они выбираются то что вы при этом вдруг так окажете что есть какое-то супер новое состояние материи которое не дает ей пересечь горизонт мы этого исключить не можем и соответственно мы в принципе вот такой вот гравитирующий объект чуть чуть больше размера собственного горизонта от черной дыры мы вот таким вот экспериментальным велением, который я вам только что сообщил и включить не сможем но при этом черная дыра может иметь сколь угодно низкую плотность что значит? ну для коллапса нужно достаточно сколь угодно низкая плотность если объект достаточно большой не, 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 не а, ты имеешь в виду и он начал коллапс ты имеешь в виду нет, черная дыра поэтому мы можем как в момент не, не, не мальчик образования горизонта плотность совершенно определенная да, и мы можем взять очень рыхлый объект но если мы его возьмем очень-очень большой то он все равно сколлапсит это пожалуйста нет, ну, сейчас, секунду я еще раз говорю следующее вот смотрите что нас удерживает от коллапса? это давление вот внутреннее давление этого объекта оно может быть за счет фотонов за счет электронов за счет нейтронов за счет фотонов оно основное когда есть термоядерный синтез внутри горы за счет электронов это в беровых карликах это просто вот на поверхности ферми у вас есть какое-то давление этого фермионного газа за счет нейтронов оно тоже какое-то имеется это в нейтронной звезде вот после если у вас вдруг нейтронная звезда поглощает какую-то массу то у вас в ферми поверхность смещается все выше и выше когда она выходит в релятивистскую область в релятивистскую область давление релятивистского газа меньше, чем нерелятивистского происходит коллапс, потому что мы не знаем никакого другого состояния, никакой другой силы, которая остановить коллапс сможет. Вот мы не знаем никто не может исключить, что вдруг там что-то еще существует черная дыра из нейтронных звезд это для черных видов звездной массы а если у нас черная дыра в центре галактики, у которой масса сравнима с массой галактики это пожалуйста, я еще раз говорю, но никто не может я лишь сказал тривиальную вещь что может так случиться, что там до бесконечности новые состояния новые какие-то эффекты включаются, которые превентируют против коллапса любую массу с концентрированной в любой уровне я лишь это сказал, но никаких причин ожидать этого у нас нет соответственно мы предполагаем, что если у нас достаточно маленькие области, как по-другому черную дыру видят следующим образом видят какие-то аккреционные диски у вас какие-то частицы вблизи какого-то гравитирующего объекта каким-то характерным образом падают и излучают вот по этому излучению говорят что вот тут какая-то определенная масса сосредоточена а область маленькая никакой силы удержать эту массу вот известной нам силой удержать эту массу от коллапса не может ничто соответственно мы считаем, что это черная дыра я просто хочу сказать я хочу сказать, что какие бы новые состояния вещества мы не придумали все равно все равно достаточно большие черные дыры смогут образовываться в рамках хорошо, ладно, мы сейчас говорим вот есть бык, который любую стену может прошибить есть стена, которую ничто не прошибет и что будет, если направить этого быка на эту стену? я сказал все, что сказал больше добавлять нечего, да? я спросил, например, как можно гибеть черную дырную реальность? смотри, ну она гравитирующий объект ну представьте себе, что у вас есть звезда с поставимой массой и черная дыра и они вот так вот вместе двигаются а вращаются друг по кругу ну это у них просто сохранится двойная система такая то есть у нее масса ну она ведет себя абсолютно вот снаружи снаружи ну единственное, что да представьте себе, вот у меня черная дыра ничем не окруженная как я ее увижу? вот просто как такую, я не знаю, как линзу вот она на фоне ночного неба движется и там изъявляет лучи света от звезд, которые за ней стоят но вопрос, что я думаю, что ее традиционная масса равна? да, безусловно она следствие законов Эйнштейна да, этих уравнений Эйнштейна а в уравнениях Эйнштейна это прописано а если у них проблемы могут с этой стороной они уберутся, они уберутся но уберутся да, что они уберутся ну давайте мы не будем обсуждать а некоторые утверждают еще что-то я не понимаю, если вы мне объясните, что они утверждают не из общих, а в рамках то есть у них есть вот два луча, да? да да замечательно видно, как, например, один из них склоняется, да? да да замечательно видно, как здорово это идеализированно, как-то хорошо здорово вот то есть, в чем-то управляем так буквально вот в следующий момент видно, как склоняются они совсем по-другому но если посчитать, то получается, что все равно два раза не склоняется я ничего не понимаю я ничего не понимаю я не понимаю мне я хотел бы увидеть первоисточник который чего конкретно померят я подозреваю, что таким образом, как вы рассказываете, черного газа совершенно не измеряется она еще раз подчеркиваю, наблюдается вот у нее существует газ он там светится со страшной силой там вот просто частицы падают туда падают и ускоряются и излучают в характерном области характерное излучение и вот оно характерное не только для любой гравитирующей массы оно характерно просто они по этому излучению определяют массу и размер объекта и вот говорят, что размер такой и при такой массе что ничего другого, кроме копченых грима ты их положить не можешь то есть у меня такая вспомните, где вы это слышали смотрите какие там фамилии упомянуты какие учреждения упомянуты сделайте поиск ключевых словам если вы в конце концов не придете до оригинальной статьи тогда найдете у нас такая 580 лаборатория и никто еще в этой статье покажет хорошо я готов обсудить я не очень понимаю что нам вдруг в стиле английского ученого и показать наверное уже в лук моря про это написано а почему какие то экспериментальные изменения нет я еще раз сказал что излучение настолько слабое я вот специально распечатал что у хокинговского излучения экспериментальных подтверждений нет поэтому например в частности Стивен Хокинг до сих пор не получил никакой ангельской премии если было бы то получили значит я вот специально распечатал из википедии так как эти более-менее честно написаны я имею ввиду относительно честно как я посмотрю еще раз за температуру что-что-что Абамутон пока ничего не подтвердил экспериментально ну ладно значит при массе Солнца так так не написано значит вот эффект чтобы понять насколько он слабый при поверхностном ускорении на поверхности при ускорении на поверхности например равном ускорению земному температура 10-20 кель ну на Солнце не сильно больше на несколько порядков больше но 10-20 на несколько порядков на три порядка если если еще что-то температура там температура ну вот вы сидите висите над объектом на ступнике вращайтесь обоих него а вас греет на вас идет поток частиц с распределением планка ну преобразованным вашу систему координат вращайтесь но она излучает как черное тело да она излучает как черное тело теряет теряет массу но не звезды а характерные частицы исключенные этой звездой нет да вот именно это на вас идут частицы я не знаю фотоны с распределением планка у которого пик вот при этой температуре но если она отличается как черное тело это четвертым то есть энергия от этого тела я не понимаю в чем вот ее энергия это ее масса от нее масса уменьшается рождаются эти частицы идет на вас поток вот я не знаю от черного тела тоже мы не говорим что это энергия этого черного тела то есть оно оттуда улетело а черный дыр исчезает впоследствии ну значит так на этот счет абсолютно я я так несколько утрировал ситуацию вообще говоря она когда уменьшится до достаточно маленьких размеров а именно будет так называемого планковского размера то вы не можете пренебречь квантово-гравитационными эффектами и тут уже непонятно что происходит но из общих физических соображений скорее всего она разлетается то есть на частицы до конца разлетается от нее ничего не остается никакого горизонта это из общих соображений хотя на этот счет там в общем согласия нет а соображение видимо то есть да 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 вот в частности соображение что в него летело потом просто исчезает нет почему на вас же потом частиц летит вот на вас поток частиц летит другое дело что вот хорошо если зашла речь я вот не хотел вас конфузить потому что так вот как Хокинг формулирует так выглядит очень правдоподобно вот он формулирует в следующем образом вот мы черную дыру сформировали из телевизоров например филапсировали вот получилась черная дыра она излучает с распределением температуры то есть любые частицы равновероятностно излучаются только распределение вот по энергиям они отличаются только по энергиям соответственно излучение не несет никакой информации то есть оно как шум соответственно оно вот излучает излучает излучается в ничто в ничто соответственно мы забудем из чего сформировали ее то есть информация потеряется буквально есть любопытные вопросы на самом деле неподготовленному детскому уму кажется что очень правдоподобно на самом деле если разобраться то все не так просто есть очень забавная постановка вопроса и нетривиально придуманная Игорем Васильевичем Владимировичем что вот хорошо куда девается информация при формировании черной дыры мы не знаем ну а куда девается информация при формировании черного тела обычного черного тела мы если знаем тут вот какая принципиальная разница обычно у черного тела мы усредняем смотрите у черного тела мы грубо говоря не знаем детализованного состояния мы усредняем по всевозможным состояниям молекул из которого он состоит а в черной дыре говорят принципиально мы этого не можем сделать. Все, что под горизонтом, от нас принципиально скрыто. Мы принципиально не можем... Есть энтропия. Где есть энтропия, там есть микросостояние. Но в черное тело можешь прийти и его разобрать на кусочки. А в черной дыру так не может. Энтропия соответствует логарифму числа состояний. Так, и что? И в принципе, для экстремальных черных дыр, люди даже считали это состояние и находили соответствие, что энтропия прямо пропорциональна площади. Не прямо пропорциональна, а равна площадь на 4. Да, в лагерских единицах. Да. Ну, в смысле, прямо подтвердили формулу. Да. Так что там тоже вроде бы какие-то микросостояния есть. Да нет, но еще раз, для меня проблем с состоянием черной дыры вообще нет. Я не могу понять, как можно считать энтропию как его на фазовом пространстве для объекта, который там множество мер и ноль в фазовом пространстве занимает. Вот они удивляются, почему вот этот объект не имеет достаточно число степени и салона. Вы приписываете ему температуру, вы приписываете ему интропию. Так, я не понимаю, о чем мы спорим. Я сейчас и просто хочу сказать следующее, что этот вопрос вообще даже вроде бы Хокинский. Согласен, что никаких проблем с ним нет. Некоторые ученые утверждают, некоторые британские ученые утверждают следующее, что есть парадокс. Вот черная дыра характеризуется только тремя числами. Массой, угловой моментов вращения и зарядом. Больше никаких чисел ты ей не можешь приписать. С другой стороны, у нее есть энтропия. А энтропия это логарифм числа состояний. Вот какие состояния тут? У нее вот все состояния третьих числа. Какие квантовые числа мы должны просумбировать, чтобы это логарифм... Так вот, на этот счет ответ есть. На самом деле, нельзя считать энтропию вот этого однопрометрического семейства в фазном пространстве. Когда ты считаешь энтропию, ты должен считать на множественную нулевую меру фазного пространства. То есть ты должен колебания посмотреть вокруг. А тогда у тебя получится более-менее ответ пропорциональный площадь горизонта. Другое дело, что ты коэффициент не сможешь правильно восстановить. Это вот вопрос. Одну четвертую восстановить. Но вот в некоторых случаях умеют даже одну четвертую восстановить. Ну ладно, это отдельный разговор. Я думаю, мы тут не знаем. Да? Да. Но там, безусловно, если вы восстановите H-bar, C и... Температура это минерная, как сказать, да? А ускорение по размеру чуть не получается. Поэтому... Это планковские единицы. Я положил... В единицах все безразмерно. Я положил... Положил H-bar равное единице, C равное единице, ньютоновскую константу равное... Более того, я положил большевую константу равное единице. Нет, понятно, но там еще тогда радиус будет. Какой радиус? Пойдет. А он и есть, он связан с этим M. Он есть 2G, M. 2G, M. А жизненность. А жизненность. А жизненность. То есть, постоянный ингредиционный, постоянный, постоянный планка и скользкость света мы можем скомбинировать в размере, в длины, время... Ну, уж до такой степени мы ошибок не делаем. В размере. Так. А можно какие-нибудь нулевые перебряния поляцинфицировать в свои тайны? Ну, вот эффект Казимира не единственный способ. Что? Какие методы эти поляцинфицированы поляцинфицированы? Ну, я не знаю. Вообще говоря, кроме эффекта Казимира... Ну, кроме эффекта Казимира, вот в твердом теле есть наблюдаемые эффекты, что вот атомы в решетке совершают нулевые поляцинфицированы. Но это не теоретик. Это не поля. Ну, в смысле, ну, нет поля фанонов, я не знаю. Дело в том, что... Для меня это уже... Есть еще такой момент, что если... Нулевые поляцинфицированы для конечного объема для пустого ящика конечного объема отличаются бесконечные поляцы. Потому что энергия нулевого поляцинфицирована это... А что у меня поляцинфицировано? Ты слишком много не хочешь рассказывать. А что, собственно, а что, собственно, вроде бы получается сколько угодно больших. И ряд растет. Ну, я уже сказал, что есть проблемы с бесконечными чистыми поляцинфицированами. Ну... Значит... Однако... Единственный способ, как их можно могли ввести, это вот эфирка земли. Подождите, я как раз про способ, который можно могли ввести. Однако есть там всякие трюки, как от этой бесконечности избавляться, и есть разное рассуждение, что от нее в итоге останется. Так вот, в общей теории относительности есть такой космологический член. Его можно рассматривать как некое вещество, у которого гордость энергии равна давлению со знакомыми. И для такого уравнения состояния движение относительно этого вещества обновлено невозможно. Мы можем попытаться связать вот этот космологический член с энергией вакуумных клевок. Но так ли это или не так это... Дело темное. Нет. Темная материя. Скорее темная... Потому что темная энергия больше похожа на вакуум, на ксмологический член, а для темной материи там давление близко к нему. Так, хорошо. Еще есть вопрос? Можно еще один вопрос? Вот если мы, допустим, возьмем потон и запустим в поверхности горизонта, я так понимаю, что он туда не улетает, да? Если вы на поверхности ровно живете, он будет все равно вдоль поверхности лететь. Да. А как же насчет его скорости? Это утверждение верно в геометрии Минковского. Вообще скорость света... Смотря что вы считаете скоростью света. Если вы считаете скоростью света... Вот у вас есть волновые решения волнового уравнения в электродинамике. Ну, уравнение Максвелла. Значит, в плоском пространстве оно не зависит от системы отсчета. В частности, кстати... Ну, это ладно, не будет метеором. Значит, это утверждение только верно в геометрии Минковского. Если вы кривое пространство, например, скривленное к гравитирующим телом, то там у решения скорость будет зависеть от... В общей теории относительности скорость света константа только в системе падающего лифта. Но нам делать гравитацию может быть... Если вы нападите мимо этого фатона, то вы обнаружите, что гравитация со скоростью. То есть в падающем лифте можно как бы пренебречь к гравитации. Преобразование Лоренца они обладают тем свойством, что они являются изометриями пространства Минковского. Это очень специальный случай. Пространство Минковского это очень специальный случай. Поэтому на этом месте можно очень сильно конфликнуться. Если вы, например, начнете преобразование Минковского делать гния плоским пространством, вы очень много всего неверного получите. То есть фактически из-за того, что там является пространство? Я вот читаю иногда в отличном билете, что в общей террористительности прямолинейные движения объясняют круговые движения, объясняют и конфликция на этом месте очень часто. Минковское вращение А? Минковское вращение тоже? Что? Минковское вращение прицессе спина? Но оно это все... Это тоже все в плоском пространстве? Что? Кто-то еще там? Красивый дом. Да. А, да, кстати, вы говорите, что свет не подействует к реализационным полям, да? И, по-моему, американцы как-то по негде, да? Это что-то там башня была, 11 метров, по негде... Баундерека. Это было, да? Вот, да. Получается, что есть такие частоты, для которых, если когда здорово отращают, да, то, получается, черная дыра, она будет каким-то... ... Ну вот скажем, просто а что... А, в смысле? Вы можете... Не-не-не... Вы хотите сказать следующее? Что запущу я какой-нибудь фотон с поверхности звезды. Да. И он имеет такую энергию, что на бесконечности у него длина волны стремится к бесконечности. Это не... Для черной дыры специфика следующая. У него длина волны у любого фотона запущенного с горизонта стремится к бесконечности на любом конечном радиусе. Отличным направлением видов. Вот даже если вы на один метр от горизонта стоите, фотон испущенный с горизонта до вас не долетит. То есть, что у него инфракрасное смещение будет бесконечно. Он будет выглядеть уже как статическое поле. А вообще, горизонт это такая сфера, но масса находится внутри него. Да. Она вся вот на r равная нулю. Да. То есть, там расстояние какое-то есть, грубо говоря. Если там расстояние то есть, вот эта сфера, на некоторое расстояние смотрим, и там уже начинается материя. То есть, это оболожка. Теперь, про то, как устроена сингулярность, мы не понимаем. Ответ такой. Но обычно этот вопрос, а как устроена сингулярность, от него отмативаются, вводят в принцип космологической цензуры. что ввода сингулярности это неприличная но это все равно непонятно. А ввода сингулярность это та, которую можно увидеть космологической цензуры, которая не прикрыта горизонтом. космологической цензуры не кривизна кривизна обращается бесконечно. То есть, там приливные силы бесконечные. Вот, если вы, например, будете падать в черную дыру, вы даже не заметите в смысле приливных сил, то вы пересекли горизонт. Если черная дыра размером там с Солнца, например, я имею ввиду размером с Солнца. Анимация. Анимация, да. То, когда вы будете падать на черную дыру, то вы, скорее всего, даже не заметите, что вы пересекаете ее. Скорее всего. Потому что приливные силы будут не конечные. А черная дыра размером Солнца будет иметь массу порядка миллиона массы. Кстати, может быть, тогда и заметите. Но, в общем, если она достаточно большого размера, если она достаточно большого размера, то на радиусе горизонта приливные силы могут быть такие, как на Земле вы стоите между вашей головой и сутнями. Просто вы даже не заметите, что пересечет на гримах. Физически. А вот приближение к сингулярности вы, безусловно, заметите. Вас порвет на части. Ну, если черная дыра маленькая или очень массивная, так что горизонт или ее... Ну, в общем, то может приливные силы на горизонте быть большими. Но они большие и рядом с горизонтом. Вы еще, возможно, порваете до горизонта. Приливные силы это что голова как бы конечного размера на голову, на вашу голову притяжение меньше, чем на ваши ноги. Соответственно, у вас эта сила растет. Приливные силы по поводу сингулярности. Есть некие надежды, связанные с квантовой гравитацией, что, дескать, квантовая гравитация не исчезнет. Это ладно. Ну, это опять-таки. Так. А какие-то механизмы образования черной дыры, кроме коллапса на сильных дел, еще есть? Что значит, какие? Какие? Что это такое? Может, это совсем плохая информация? Коллапс – это по определению образования черной дыры. В смысле, любой процесс образования черной дыры называется коллапсом. Любой. Ну, например, если вот не все на этом месте согласны, например, Академия Грубаков со мной не согласен, но они только со мной с кем-то говорят. Если вы два шара разгоните бильярдных до огромных скоростей, так что у них энергии будут огромные, и вот столкнете, то если вы их разгоните до достаточно больших энергий, то вы можете образовать черную дыру. Просто столкивая два бильярдных шара. Про две частицы? Ну, про две частицы непонятно, потому что там уже квантовые эффекты будут играть в роли. А то, что я вам сказал, это просто классический эволюционный эффект. Про частицы непонятно. То есть, безусловно, когда говорят, что вот на этом большом огромном коллайдере будут рождаться черные дыры, предполагают, что частицы себя ведут так же, как вот бильярдные шары. И более того, помимо этого, предполагают, что если вы посчитаете, то энергии должны быть огромные для шаров. Просто нереально огромные. А для протонов, значит, говорится, что если у нас есть, например, дополнительные размерности, мы не в 4-мерном мире живем, а, например, в 11-мерном или 7-мерном, неважно. Вот может оказаться так, что вы должны их разогнать не до супер каких-то энергий огромных, а до значительно меньших, чем мы раньше предполагали, чтобы образовалась черная дыра. Но при этом делается предположение, что есть дополнительные измерения, которые ничем не мотивируют. А во-вторых, делается предположение, что протоны себя ведут как в бильярдные шары. Я могу сделать такой прогноз про... То есть, разрешение я вам могу написать. Прогноз не из области физики, а из области, не знаю, социологии, что если в небольшом антронном коллайдере черный дыр не образуется, то сделают прогноз, что они образуются на следующем коллеге скалите. Просто в этих моделях достаточно много подмоночных параметров, чтобы... Ищи слова получиться. Да. Получить деньги. То есть возьмут не 11, не 7 измерений, а 11 или наоборот... А, я слышал то, что минимальная масса черный дыр это масса 2, 10 минус 9, а 10 минус 5. Значит, масса планка берется из следующих соображений. Она берется из следующих соображений. Если вы возьмете, посчитаете... Ну ладно, я не хочу... Посчитайте соотношение неопределенности. Оказывается, просто если у вас имеется частица такой массы, фундаментальная частица такой массы, то для нее гравитационные эффекты имеют такую же силу, в смысле, сила гравитационная для нее такая же по масштабу, как и другие, если она там, например, заряжена электрическим образом. Например, для электрона его масса он искривляет пространство таким образом, что вы можете просто забыть, потому что его электромагнитное взаимодействие с чем угодно на нескольких десятках порядков сильнее, чем его гравитационное взаимодействие. Например, в атоме водорода он с ядром взаимодействует с гравитационным образом тоже, но вы можете просто про это забыть абсолютно, потому что поправка совершенно меньше чем что угодно и вообще в общей теории относительности электрон не у вас как нет, отдельно да, а ты имеешь ввиду, что 8 лет нет, ладно, отдельно так, еще есть вопросы? вопросы есть? нет, если все могут уходить тогда еще раз поздравляю вопрос последний не всегда кто-то хочет сделать это я буду с начальником президента